Основным вопросом на совещании с главами поселений во вторник стали итоги общеобластного субботника, прошедшего 21 апреля. Алексей Валов позитивно отметил работы в Медвежьих озерах и Огодневе, похуже в Монине. В целом, по словам главы участников, могло бы быть и побольше, чем официально зафиксированные 23 тысячи. Не могу, так сказать, не учесть и не отметить, что есть институтный групп молодых людей, которые выходят и убирают вокруг своих домов. Не ветераны, а именно молодые, возраст от 25 до 35. Это правда. Остальное или информация не дошла, или вот такое, наверное, нежелание выполнять работу вместо управляющей компании, которые с этой работой не справляются. Однако в тот же день на убранные территории обрушился ураган, который прошел по всему московскому региону и добавил проблем властям и коммунальщикам. С двух домов сорвана кровля, повалено несколько десятков деревьев. К счастью, обошлось без пострадавших. Ураган на нем значительный ущерб региона, Счелковском районе. 28 населенных пунктов на несколько часов остались без света, а некоторые населенные пункты свыше 12 часов оставались без света. Но последствия еще предстоит устранять. Акцент на субботниках теперь будет сделан на удаление не только поваленных, но и потенциально опасных аварийных деревьев, чтобы они при случае не принесли беды. Глава района также поручил обратить повышенное внимание на состояние воинских мемориалов, а еще провести субботники не только на территории школ, но и за школьными заборами. И призвал жителей не надеяться в вопросе наведения порядка только на жилищно-коммунальные службы, но и самим активно им помогать. Мы видим, как из года в год в Щелку становится чище. Не гораздо, говорю, но чище. Это происходит потому, что люди начинают приучаться к порядку, начинают бросать мусор в урны, начинают искать возможности вынести его на контейнер-площадку, а не бросать возле подъезда. То есть культура повышается, и это очень отрадно смотреть со стороны. Я благодарен тем жителям, которые регулируются быстрее, чем остальные, которые нарушают правила благоустройства на территории района. И мне бы хотелось сказать жителям, вот некоторые говорят, что во всем должны в первую очередь принимать службы ЖКХ участия. Все должны делать службы ЖКХ. У нас не заложено столько денег, и не заложено столько физических возможностей специалистов, чтобы это регулировать. Поэтому мы и просим, давайте вместе в нашем доме наведем порядок, в нашем общем доме, где мы живем, где мы работаем, и будем работать до тех пор, пока не наведем порядок. Двумя субботниками дело в нашем районе точно не ограничится. Тем более, что по поручению губернатора, месячник «Чистая Подмосковья» продлится в регионе до 14 мая. И в соответствии с ним уже назначена дата следующей организованной акции по наведению чистоты и порядка. 28 апреля, ближайшая суббота.